Это дело похоже на русскую матрешку. Под одним фактом скрывается другой потерпевший, еще и ответчик. В другом деле о мошенничестве. Так что снимать себя запретили все. Подсудимый, потерпевший и свидетели. Особенно жестко на этом наставили адвокаты Андрея Солдатенко. Его интересы защищают сразу два юриста. Столько же два конвоира ввели подозреваемого в зал суда. Сегодня рассматривали дело сразу по двум статьям получения взятки и мошенничества. По версии следствия, в 2011 году замначальника оперативно-розыскной части криминальной милиции получил от череповецкого предпринимателя, своего приятеля, взятку в полмиллиона. Чтобы помочь с кредитом, за эту сумму знакомые в службе безопасности банка закрыли глаза на некоторые несостыковки. Одобрали мне кредит, но служба безопасности докопалась для меня о том, что я, так сказать, подал некорректные документы, связанные с балансом. То есть в налоговую отчетность я сдавал одни балансы, так сказать, а в банк предоставил другие. Расплатиться с кредитом в 8 миллионов вовремя не удалось. На бизнесмена завели уголовное дело. По версии следствия, за новую взятку уже в 3 миллиона подсудимый предложил дело замять. Потерпевший сообщал все новые подробности дела. Такая возможность представилась во время перекрестного допроса. В связи с вашей деятельностью, с вашим бизнесом, приходилось ли вам когда-либо обращаться к Солодотенко с какими-то него вопросами? Оказалось, что бизнесмена и уже бывшего полицейского связывают 20-летняя история знакомства. Причем до 2011 года никаких дел они вместе не вели. По словам заявителя, просто общались. После того, как в бизнесе начались проблемы, Солодотенко за вознаграждение помог получить кредит. А потом предложил помочь избежать ответственности за его невыплату. Как прозвучало сегодня на суде, вознаграждение за это было назначено солидное – 3 миллиона рублей. Предприниматель пошел в полицию и написал заявление. К делу подключилось ФСБ. Андрея Солодотенко задержали. После того, как будут выслушаны все причастные к делу, потерпевшие, свидетели и подсудимые, начнут сопрения сторон. После этого будет вынесен гордик. Бывшему полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы. Продолжение следует... Продолжение следует...